Музыка По-другому сейчас Че? Лиша, подойдите за меня Стоять Игорь, что, болеете еще? Волеете? Лучше сразу подальше подойдите Вон там Вы лучше сюда садитесь Латинович снимает Пускай снимает Возьмите Борисович Возьмите Продолжение следует... 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 необходимости болящие там или по работе там не смогли только так остальные все вечером потому что должны быть кто готовится к причастию обязательно вечерин богослужения должны быть что молиться это так уже исключение делаем что кто-то там нельзя работу оставить или болящие что не могут прийти так какие еще вопросы но ничего нет занимайтесь что с романом ничего с романом в четверг приехал полиция его забрали по везде он ночевал там утром видать его выпустили шел где-то пешком потом позвонили женичу поехал его забрал из почта он до порчена дошел привез и все а что там было какое ничего не знаю мама там мама то он ночевал его везде я не знаю кто потом я уже вечером то через бывшего участкового узнал кто приезжал к нам он дал мне телефон я позвонил ему да мы это да забрали там хоть не на улице он не замерзнет у нас тепло хорошо уютно говорит и кормят и накормим говорит все не беспокойтесь говорит там хорошо очень никто не обидит ничего не сворует все там хорошо кпз там она ночевал батюшка ну какой-то должен быть вывод же да и у него и у и у я не же у нас тоже с ними разговаривал я что могу сказать я ничего не знаю не на если он не согласится ни на что тогда что получается это тоже это если уже брали на это кто-то говорит я не слышал этого не знаю я не могу говорить что там говорилось я не знаю подумаем так что конечно сняли всего свидетельства как это показания опрос сделали по и ему не просто так они вот приехали на снегоходе и дать от порчена на снегоходе при где-то снегоход значит там нашли корчены хотя нет ни одного снегохода на их не как-то там полицейский вот поэтому он закрывается он сидит в этой железной коробке и все его там в бункере да в бункере нигде его нет он никак не только выходит с вами он имеет общение там в интернет она выходит а с вами никак мы на той неделе там пруд очищали который посреди деревни пруд там выпиливали старые деревья там все это пригласил его алёша сходил но он не пришел теперь живешь здесь живешь пойдем помогаем и все это были все там и ребятишки это варлам назарий там снимали немножко может быть выставляли нет посмотреть как они эти там деревья напилим а чурки нужно на берег выносить ветки там в кучу собирать вот все работали там он не пришел не было его там ну вот так вот а так кто его знает он ни с кем не не выходит никак я думаю приглашу его на у нас все четыре дня будем начать мы вечером молиться в храме великий канон андрея критского будем молиться этим каноном вот я приглашу скажу пойдем раз будет чин прощения у нас понедельник только будет но придет значит придет нет и нет но так вот так еще что есть у кого какие еще вопросы ну давай занимайтесь не на но молитвы на он во имя отца и сына и святого духа аминь аминь евангелие атмосфер 6 глава с 14 по 15 стихи ибо если вы будете прощать людям согрешение их кто простит и вам отец ваш небесный а если не будете прощать людям согрешение их то и отец ваш не простит вам согрешение ваших толкование опять научает нас быть не злопамятными об отце же вспоминает нам чтобы вы как дети такого отца стыдясь его не злобились подобно зверям благосердный бог всего более ненавидит безжалостность и зверства посему и запрещает нам быть таковыми 16 стих также когда проститесь не будьте унылы как лицемеры ибо они принимают на себя мрачные лица чтобы показаться людям постепенности истинно говорю вам что они уже получают награду свою давание помрачение лица есть принятие пасмурного вида то есть когда кто кажется не тем каков есть но притворно принимает склонный вид 17 18 стих а ты когда постишься помажь голову твою и умой лицо твое чтобы явиться постящимся не пред людьми но пред отцом твоим который в тайне и отец твой видящий тайное воздаст тебе явно толкование помазываться елеем после умовения у древних было знаком радости так и ты показывай себя радующимся но под елеем разумеется также и милостыня а под главою нашою христос которого должно мощать милостынями а лицо умывать значит душу очищать и чувство омывать слезами в ангелии от мотфея 6 глава 19 21 стих не собирайте себе сокровищ на земле где моли ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут но собирайте себе сокровища на небе где ни моль ни ржа не истребляет и где воры не подкапывают и не крадут ибо где сокровище ваше там будет и сердце ваше толкование изгнавший болезнь тщеславия напоследок говорит о нестижание ибо люди приобретают много имущества для тщеславия показывает счету земного сокровища потому что червь и тля портит пищу и одежду а воры крадут золото и серебро потом то бы дабы кто не сказал не все же крадут он говорит хотя бы ничего подобного не было но то самое что предаются заботе о богатстве есть великое зло и бедствие для души потому что пекутся о вещах тленных и и забывают бога спасибо христос еще так сказал можно добавить что если мы обращаемся к отцу небесному отче наш прости на грехи наши то если мы не прощаем то молитва-то обращается куда как какому тогда отцу кто наш отец и хотели бы какого-то сегодня воля соклакова звонила я в роли да ты постоянно у нас болящих никак не выходишь из этого состояния почему-то потому что при прикрываемся если даже немножечко более пятка чуть засудила там все я уже не пойду я уже не могу я уже больная ну как бы она требует вообще так вот сказала что не требуется помощь ну я очень просила валентину любу нового и она она ее знает давно маму ее и она звонила хотела любая напросить в конце концов нас не допускает нет и все вот как к ним прийти нет и все но валя звонила я приеду к этой маме и и она уже сегодня эту оливу придет а воля пришла нет 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 ни в какой она в следующий раз она говорит так я уж сколько раз приезжают пытаюсь к вам попасть и постоянно нет я может быть вас уже никогда больше не увижу очень она такой раз сила нет но не подруги понимаете нет а помощь и вообще-то нужна она одна с мамой почему-то не запорхалась а никто родственники не приходят раз и квартиру вроде мама оставляет оставляет родственники никто не помогает ей ей конечно тяжело но пускать она домой не пускает мы с ребятем их на чем простились вот валентина ивановна помолитесь она сейчас совершенно забывается видимо не помнят потому что сколько да вчера я пыталась по всем телефонам и снохи и сына и внучки и всем дозвониться мой телефон заблокирован все это сноха сделала и никак вот ну мне сегодня день рождения помолитесь постом я думаю все равно как-то дней вырвемся вот не в эту тогда субботу а в следующую будем просить батюшку ну и лена соклакова болеет помолитесь что-то у лены серьезное помолитесь алиночки сокольских простите а ты соклакова и у нас сокольских конечно да и все остальные все так же болящие что-то батюшка сегодня не они луне они луне а она в списках мы всегда у батюшки там и тамара тоже тамара нашлась слава богу но вчера не было но она марина тоже она заболела уже три недели не может выйти у нее такой внутренний этот кашель не пойму у меня вопрос титань вы сейчас озвучили что оле требуется помощь а какую помощь она просит она просит от нас к воде за мамой в этом нет что она не просит ничего в этом все дело вот я и спрашиваю какая требуется помощь вот она говорит мне надо нужна помощь а пускать не пускай но я могу немножко сказать я потому что там он не чуть больше сказало она ее добила почему она не хочет пускать она сказала у нас говорит там бардак полный я ничего не успеваю зашилась везде все заставлено чем чем там заставлено не знаю там не пройти не проехать короче у нас вот такие дела и горит мне туда надо идти маму не с кем я вот бегу на пять минут обратно бегу опять бегу 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 я врач это не попросишь сестер то если есть стыдно просить потому что там их сын у нее есть и там сноха есть и у нее этот старшая сестра а никто помогать не хочет все в обиде на маму за за нее вот и так вот я глупо проще сестер поговорить у нас сестры такие милостивые чё ты об этом нет нет гордость какая-то видать или что-то в этом родине значит без гордости теперь мама хотела тут сигнативно чем по skype поговорить да это там у нас компьютером не увязка не включился не видео нет ничего последнее занятие было занять это слушали а поговорить не удалось хотела поблагодарить все уехали они в красноярск побыла много там сделали ремонт дома оказывается месяц приедут там новое все там у них благоустроена в общем все слава богу сейчас уже они дома красноярске то есть путешествие прошло галилуально благопологи господи спасибо христос я всех вас за меня молились молимся о тебе господи мне стало лучше как я вычитал одно святого господь наказывает нас но для спасения души и слава тебе господи аллилуйя по грехам нашим болячки нашей большей частью сегодня уже упомянули о том что валентины иван кравченко день рождения у агафьи от раковицы именины и вчера у нашего брата труженика потеряевского и горя 50 лет так что сегодня такой момент некоторые из нас помнят и очень раздобром помнят ливаника ничего не было дядя коля справа молчит но у него сегодня тоже день рождения у кого расположено сердце тоже многое лето 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 Я хотела вам поклон всем передать от Маше Барабаш и от Марка. Они были у меня. Вы знаете, я никогда не задумывалась, а тут подумала, кто застоен в царстве небесном жить. В них я увидела вот тех людей, которые достойны, наверное, царства небесного. Не знаем, как дальше будет, но сейчас, вот вы знаете, они все, вот они светятся. Вот они изнутри, изнаружи. Вот я даже не могу выразить вот это вот, впервые я, наверное, встречаю вот такую пару, которая, ну вот, душа в душе. Вот низкий вам поклон от них. Кто-то, кто-то. Помолитесь. А о ком вы говорите-то? Маша Барабашникова, Марка и Мария. Маленько, только чуть-чуть хотел сказать, вот на свадьбе еще была бы она в платке нормально. Вот что бы стоило платок одеть на своей свадьбе. Сейчас тут сестры начнут замуж выходить и все будут с этими балдушами. Красивые, да. А так молодцы, пускай сделаны. У меня принадела Света Клюй, всем вам передавала привет. А Света Клюй привет. Ну, спросила я там, что могла ей. Вот, и руками это самое все. Мы сегодня шли и молимся о ней каждый день. Передайте ей, что... У нас еще все стекло разбитые. Ну, я ей как-то... Ну, как, вдруг появится еще. Ну, пускай приходит. Простите, у меня к вам просьба. Можно? Ну, во-первых, хочу еще раз напомнить вам о том, что так называемая оптимизация здравоохранения дошла уже до самого, что называется... До ручки, да. Врачей опустили ниже плинтуса, избивают, садят в тюрьму. За что? Уже набирает обороты так называемое вот это гетерогенное преступление, о котором я вам упоминал. То есть, ну, каждая манипуляция, она сопровождается опасностью повреждения чего-то, нанесения какого-то непредумышленного нанесения вреда здоровью пациента. Ну, например, делает врач-эндоскопист, делает колоноскопию. У пациента при патологии стенка кишки может быть настолько рыхлой, что даже просто при наглитании воздуха она может сама по себе разорваться. Ну, нужно эту процедуру сделать, потому что нужно увидеть все это, увидеть изнутри средство и сделать какое-то заключение, по которому уже будет потом предпринято соответствующее лечение. Ну, виноват ли врач в этом? Нет. Это первое. Второе. Перед тем, как делать эти процедуры, у каждого пациента берется расписка о том, что он согласен на такую манипуляцию, что он предупрежден о возможных осложнениях этой манипуляции. Вот так и получилось у Елены Миссюриной, гематолога в Москве, в одной из бюджетных больниц. Потом этот пациент, да, она делала трепанобиопсию, то есть специальной иглой делается прокол костного мозга в подвздошной кости. При соблюдении всех правил там никаких расслаблений не может быть, но он гематологически больной. И поскольку у него заболевание крови, опухоль, то оно сопровождается кровотечением заведомо. То есть прокол небольшой, а кровотечение может быть массивным. После этого этот пациент был в одной из частных клиник. И там, значит, у него развелось это кровотечение, и его там прооперировали. И потом делал патологоанатом, не знаю, какой уж патологоанатом, но он делал вскрытие и сделал вывод о том, что от ее манипуляции больной скончался. Посадили ребенку 3 года, маленькому ее. Посадили. И теперь вся московская и не только московская медицинская общественность, рачебная общественность поднялась в защиту этой пострадавшей, так сказать, просто от беззакония. Так что врачей скоро не будет, потому что уйдут в торговлю куда угодно, ну потому что зачем на это нужно на себя брать-то. Кроме того, мало того, что учат, как попало, и большей частью теперь уже, конечно, меркантинные интересы. Не так, как в советской медицине это было. У нас это было, светя другим, сгораешь сам. Это был такой лозунг у врачей советской медицины. А теперь это ты мне, а я тебе уж подумаю, дать тебе или нет. Ну и конкретно о себе хочу сказать. Значит, моя работа заключается отчасти в том, что я делаю экспертизу после вскрытия, делаю заключение о том, как больной, правильно или неправильно был выставлен диагноз, как лечили больного, правильно или неправильно. Это вот мое, так сказать, экспертное такое заключение. Вот в очередной раз я, значит, после вскрытия делаю заключение. Мне звонит заведующее отделение, говорит, что он не согласен с моим мнением. Хотя я на 100% уверен, что я делаю все правильно, делаю по предписаниям, как это положено, как меня учили академики, профессора с первого курса института. У них сейчас узость взгляда. Вот если он лежит в неврологическом отделении, то он непременно должен умирать от неврологических заболеваний. А у него там куча других. У него там сифилис и еще что-нибудь, какое-то заболевание было. И он умер от другого заболевания. То есть от последствий или самого заболевания? Другого. Понятно, что поводом для госпитализации в офтальмологическое отделение, в глазное отделение, будет катаракта. Но, а если у него возникла флеботромбоз и оттуда в легочные артерии попал тромб, оторвавшийся из вены, я слышу вот эти уже нефтальмологические заболевания. Если они будут писать диагноз катаракта, в заключительном диагнозе, а у меня будет флеботромбоз с инвалией в ветве легочной артерии, то будет расхождение диагноза. Они, конечно, не согласятся, потому что за это снимается зарплата с отделения. И, конечно, это неинтересно. Ну и меня там, так сказать, представили, что я тут смешно, как это рассуждать, вот одним словом, такая вот ситуация, которую нужно будет мне еще доказать. Я знаю, что я прав, что я на 100%, но чтобы мне подобрать нужные слова и нужные, так сказать, мысли, чтобы не обидеть этого человека, он еврей по национальности, страшно их касаться, но тем не менее, истина-то должна восторжествовать. Поэтому вот прошу помолиться, чтобы Господь меня умудрил неправильно вести себя в этом споре. Хотел вопрос вам лично задать, и заодно наблюдение своей. Я тут пролежал в больнице, но я как бы еще в силе, не какой-то там старик уже мне дали лечить, а так случайно как бы попавший туда по своему непонятному стечению обстоятельств. И разговоры людей идут, они болеют же, им тяжело. Редко кто врачей благодарит вот прям до конца. У всех находится негатив. А на негатив влияет то же самое, ну я так вывод просто для себя сделал, что и туалетная бумага в колбасе для этих колбасных промышленников. И то же самое и на врачей, и на другие какие-то профессии, я понимаю, все это распространяется. Народное мнение называется. И вот оно же иногда подтверждается. Вот последние там новости передали какие-то. В одной пациентке врачи забыли целую простыню. И показывают эту простыню. Я смотрю, женщина такая, родила там она, короче, через кесарево. И ее зашили, все, и она почувствовала, что что-то у ней не то. Она пошла там, долго ходила, что-то несколько месяцев. И врачи сначала ничего не говорили, потом да-да, точно что-то есть. Положили ее на стол через 4 месяца, разрезали. И достали, и показывают, ну я не знаю откуда взяли, вот такущую простыню. Настоящую простыню. Вот разверните на кровать. Вот такую простыню достали. Я смотрю и думаю, какая скотина, простите, заражение, ну не хорошее существо. Ну это вранье же самое настоящее. Если у меня в желудке будет простыня, мне недавно делали как раз в желудке. Причем я пациент очень странный. Если другие просто лежат, их отключили, и они там что-то с ними там сделали, врачи. И может что-то там занесли. И никто ничего не знает, как они трудились там эти 28 часов. Сколько их было, какие консультации. Какие у них глаза. Как они, у них видно, что они даже, ну не просто переживают, а они из-за этого человека готовы умереть. Не знаю как. И я это видел со стороны. Потому что меня делали на живую через желудок. В желудок опускали там этот, все что надо. И вот такой телевизор здоровый, цветной. И я лежу, наблюдаю, потому что я на этом боку. И тут же и телевизор. И тут врачи суетятся, медседперсонал. Вот так вот, а вот все. Ну, в таком состоянии находишься, что не совсем все понимаешь. А потом, когда я понял, что мне не надо ни на что на это смотреть. Лучше бы меня уцепили. Я понял, что что-то здесь не так. Когда они забегали после второго часа, когда я лежу с этой кишкой. И как только я глаза закрыл и начал просто молиться, а не наблюдать за всем этим, как придурок. И сразу все нормально разрешилось. Ну, самое настоящее. Не надо ни на что смотреть. А эти все что-то смотрят, выискивают в них врачи, квалифицированные, все. И это врач, которая первая у меня хирург это делала. Но у меня там не желудок просто, а какой-то, не знаю, спортсмен, конкобежец. Знаете, вот это вот бегают, бегают кругами. У меня желудок вот так вот ходит. Я его понять не могу. Я с ним начал разговаривать. Я говорю, желудок, ты что там у меня? Они жалуются. Она вслух жалуется на мой желудок. Что он там вытворяет? А попробуйте его успокоить. Она говорит, у него что за перистатика такая? А та, нет, даже не у него, а что здесь? То есть они как бы меня понимают, что я не смогу разовом ничего помочь. Они так сказали. Ну-ка ты останови там свой желудок, чтобы мы нашли там что нужно-то. И сделали операцию. Они пока нашли это все. Я все это смотрел. Не знаю, хоть целую книгу пиши. И какие-то люди, которые совершенно не соображают в работе врачей, которые полежали, а потом что-то у них опять заболело. Так, ребята, вы меньше грешите. Побольше занимайтесь нормальным... Меньше пейте там этих коньяков и вин, которые вы себе придумали для лечения и так далее. И курите тоже. Вчера, хочу, кстати сказать, провожаю родителей. А там, оказывается, электрички в Черепаново встречаются вот так вот, морда к морде. Не вот так параллельно перешел с одной в другую, а вот так вот. И бежать надо целую остановку автобусную, метров 300, чтобы с одной на другую успеть. То есть из Алтайского края в Новосибирск, чтобы переехать. Там разные электрички. Да. И 10 минут дается время. Настоящий марафон. Вот, Полодя, не даст соврать. Все бегут, как оголтелые. А не покурили же? Не покурили, мужики. Курить нельзя. Полицейские ходят по электричкам. Никто не курит. Это правда. Они все как закурили одновременно. Вот это я не рассчитал. Я как копанул этого дыма. И я сдох. Володя, не даст соврать, не добежал до родительского вагона. А он оказался последний, конечно же. Мама мне уже. Сынок, сынок, знаете как. А я с этим баулом. Она еще баул. Ну там вот все книги Игнатик, на себя помню. Я тащу уже. И я уже. Володя, я сдох. Володя хватает этот баул. Затолщил. Я уже. Ну в общем, короче говоря. Вот это курение, оно до добра не доводит тоже. Поэтому, прежде чем говорить о врачах, надо посмотреть на себя самих. А как врачи трудятся. Ну не дай бог, конечно, никому тоже, чтобы там как мне делали операцию. Хоть и я там в разуме был. Но это надо тогда открывать интернет. Смотрите, вот Углов этот был врач. Хирург какой. Сто там три года. Он еще что-то кого-то режет. И чтоб человеку облегчить. Я не знаю, я встречался всегда, вот как Игнатик и Жит. Мне встречались только всегда хорошие люди. Мне всегда встречаются только отличные врачи. Но я сам виноват уже. Или себя загоняешь там трудом каким-то неимоверным. Или не исполняешь каких-то требований, которые из тебя. Спасибо, Христос Град. Спасибо. Хочу сказать, что, конечно, про простень это уже слишком. Но салфетку забывают. Это я видел на вскрытиях. Это вот бывает такое. Это естественно не специально. Просто мало проверили. Но от этого салфетки дополнятся. И люди все, вот врачи, вот врачи. А потом все, конечно же, что касается особенно гастроэнтерологии. Уж там вот жена у меня гастроэнтеролог в поликлинике работает. Но они все знают, что все болячки. Вот сами. Зачем ты тогда пришел туда? Зачем ты пришел в врачи тогда? Если ты все знаешь сам. Ну, одним словом, молитесь, чтобы Господь вразумил нас от ошибок. И чтобы мне достойно, вот правильно говорить с этим человеком. Сергий его зовут. Игнатий Иванович, ой, Виктор Андреевич, если там у вас будет какая-то конференция, передайте низкий поклон всем врачам, кто меня лечил. Хорошо. Скажите, что есть такие пациенты, которые вас благодарят. Спасибо, Христос. Спасибо, Господи. Слава Христу. Спасибо, Господи. Еще у кого есть слово? Батюшка предупредил. Хватит, говорит, сидеть вам. Надо сегодня готовиться к тому, чтобы пойти в храм. Еще рано. Готовится, мы уже начинаем. Да. В холодильнике еще там. В холодильнике есть еще запар. Готовите за. За пар. Игнатий Тихонович, вам слово. Я еще Игнатий Тихоновича. Поговорю о чем вы говорили. Первые начали вопрос спрашивать о романе. В первой главе, по Санне Кремлену написано, и люди будут. И перечисляется качество людей, характеристики. Даже не верится. В то время, как будто на сегодняшний день все это положено. И один из недостатков современных людей из древности – неблагодарность. Вот эта неблагодарность, она началась еще в раю. Ну, представьте, человек согрешил. Понятия о грехе нет. Но в один раз, если перед ним картина развернулась, больше ста миллиардов мертвецов уже лежит. Вся скотина режет, умирает. Бактерии. Все умерло от того. Ну, если бы он это понимал. Но то, что Бог пролил его жизнь, это-то он понял. Мало того, еще дал ему одежду. Бог убил животных. Это первое убийство было. Дал им шкуру надеть. Значит, они выше нераздетые. А где благодарности? Нигде нету. А в чем вина? Я попутно буду говорить на второй вопрос. От врач говорит. Причины надо искать. А причина это Шерлока Холмса только пригласить и все. Шерлока, по-моему, что это означает? Вот так. Ищет, в первую очередь, женщину ищи. Все умираем. Из-за чего? Библия говорит, и через нее все мы умираем. Женщина-горшей смерти нашел я. Это говорит, иклисиас. А в женщинах он разбирался. Если бы он жил где-то в каком-то районе отдельно, все мужики были бы холостые. Потому что ты щужок под одним боком. Вот смотрите, у нас в стране началась беда. Просто беда. Врачи, конечно, там были, санэпидемстанции. Давай им брать анализы, воздух. Все берут. Умирают людей. Сразу умерло 5 тысяч, 10. Что стороной? Что с людьми? Такие сильные люди, жили на природе. Оказывается, надо смотреть дальше. Но Бог через Нафана сказал. Ты согрешил. А чем я согрешил? У меня все так было. Он готовился к войне. Давид. Ему нужно было знать, какая его армия. И поэтому он пригласил специалистов. И говорит, пройдите вдоль и поперек. Пересчитайте. Перепись делать в стране. Ему нужны были люди, которые воюют. Дети в счет не шли. Женщины не шли. Мужчины с 20 до 50 лет. Не совсем у него был богобоязненный министр вооруженных сил. И он говорит, зачем тебе? У нас это армия большая. Около миллиона. Для маленьких государств это огромная армия. Это в России сейчас так. Это же не Китай. А я хочу. И он, слово написано, Давида превозмогло. И когда он вернулся, и сказал, и дрогнуло его сердце. И тут же пророк сказал. И вот теперь люди-то умирают, а виноват-то рядом стоит царь. Он дает указания врачам. Давайте расследуйте всех химиков, соберите, узнаете. В тебе корень-то весь. Ну, непонятно, о чем я говорю. Причина-то была в нем, в нем. Милитаристский дух. У тебя много? Бог говорит, а половину народа. Успокоился? И сразу дрогнуло его сердце. Это мужественнейший человек был. Так и сегодня. И следует одно, завтра другое. Я лежал в больнице. Виктор Андрей знает. Врач пришла однажды. И говорит, что вот я... Ну, я не знаю, может, за ней другие палаты были еще. И вот сейчас сколько с вами вижу, никакого улучшения нет. Почему? А я понял. О, вот только у вас то одного. А они, мужики, вплоть до... На веревочке, там кто-то придет ему. Бутылочка сюда. Гляжу, там старобрязец лежит. И что-то... Я вышел, а он гуляет. Ну, я его знаю хорошо. И газета в руках. Время от времени. Что-то... Я говорю, что такое? Да пить нельзя, я бутылочку завернул в газету. И гуляет там в парке, около больницы-то. И все время выпивает. Так что врачи врачами. Но мы сами себе врачи, это в первую очередь. Так вот, спрашивали о романе. Причина какая? Чувство неблагодарности, но мне все-таки 78 лет, большего чувства неблагодарности, кажется, я не встречал. Он появляется в потеряевке, благодаря тому, что наткнулся на нас, что нашел. И дальше по интернету, один раз поговорили о другой, ну и приехал. Я виноват. Но приехал в лагерь он. И почему его не записали или записали, по сей день не знаем. Если в деревню приезжает, Лена записывает. И вдруг нигде нет ни одной записи. Может быть, в нашем журнале есть, но лагерь закрыт, куда-то документы там, говорят, в архив сдали. И вот у него сейчас, он приехал фактически с духовного багажа никакого. Он с нуля начинал. И сатана полностью вошел в него с копытами и с рогами. У него первая задача свалить меня. Выставляет ролик. Игнатий Тихонич Лапкин, террей, еретик, и все с большой буквы. Я еретик. Ну, в первую очередь, меня касается, отвечает. Я не еретик. Это не кто-то подскажет, а местный митрополит. Игнатий не на замечании. У него нет догматических нарушений. У него нет то, и на отлучении состоит. Когда был у нас еще Евтихий, Курочкин, епископ. Они с местным епископом встретились. Дмитриев был, Максим. И тут сидели там, кто, игумены, кто. И кто-то, они разговаривали. Мы были приглашены туда. Ну, говорят, а вот его считают. Он говорит, нет. Игнатий не просто православный. Не верясь, а вне православия. Он говорит, он супер православный. А он был епископ у нас 13 лет. Далее. Я весь нахожусь в этих книгах. Кроме этих книг я нигде ничего не упускаю, не считаю ролики. И при том, все знают, более открыто жить нельзя. Я все снимаю. И поэтому ты узнать меня можешь, считай, здесь. Ну, Кушкина мы можем узнать по произведениям. А не потому, что волос кучерявый был. И он здесь теперь пишет. Я имел возможность внимательно наблюдать. Еще работали на прудах. Он там ничего не видел. Духовных разговоров не было. Мы работали, работали. Наблюдать это он неправда говорит. Где-то что-то в книгах. Он берет мои книги, и там берет где-то что-то. Все неправильно. У него грамоты никакой нет. Я не еретик. Чтобы доказать это, мои книги берут на исследование три епархии. Сенсорский отдел. Это что-то значит? Тульская епархия, Новокузнецкая, Кемеровская. Они меня фосы в гриву. Мои книги не нужны. Но на книге нигде ни слова не сказали. Дальше. Книги затребовало Одесский монастырь. Там участвует профессор православный. Прямо дается указание. Отдельно занимается Дворкин. Александр Леонидович. Говорит, это главный сектовед. Всея Руси. Ни слова. Теперь книги отсылают в центр православия Киево-Печерскую лавру. А мне все время оттуда идут сведения. В какой стадии идут? Полное гробовое молчание. 15 лет. Какой же? Если юридика не мгновенно бы пристукнули и все. Нет ничего. Нету. Ни священник, тем более наисп подхожу. А он это сейчас дерет. И что можно сказать? Только помолиться. Почему? Это одержимость бесовская. Чувство крайней неблагодарности. Оказалось, у него нет гражданства. Не принял. Человек без гражданства. В России. А с такими разговор простой. Почему дали месяц? Принести дело в порядок. И что-то дальше там будет. Дальше. Это милиция пока занималась. Еще прокуратура будет заниматься. ПСБ, краевая администрация и по иммигрантам. Он не регистрируется и не прописан. И строится. И обманул всех, что осенью поедет оформлять документы на Украину. Этого нигде нет. То есть при всей вот этой вот катавасии, затеянной им, он пытается показать все хорошим. И там на него идут такие люди, там под какими-то никами, аватарами, там ник, дол, 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 как китайцы. Держись. Ты замена, Игнатий Тихонович. Батюшку, мы сразу свалим. Только скажи. Мы уже в Мамонтово приготовились. Колеса. То есть сжечь будем байдан здесь. И его со всех сторон. А он на полном серьезе все воспринимает-то. Как только я выставил ролик, что ко мне приехал на этой неделе. Уполномоченный. В комнате у нас здесь. Был интересно. И я ему говорю, он все записывает. С моим заявлением. Мы же написали, согласно этого. Все замолкал. Вокруг ни одного слова нигде нет. Его взяли, что взяли. Увезли. Все замолкли. Как слиняли. Говорят, нет одного человека нигде нет. Ну вот он вышел. Они мгновенно поднимают голову. Что? Выкусили. Вот вам, попы. Все за нами. Ничего за ними нет. Просто беснование. Насмешка. Он не понимает, где люди смеются. Я в маленький ролик выставил, что Роман снова своими руками разрушил все. Две жены. Старая, молодая. Дети от обоих. И ни с кем у мира нет. Непонятно. Что-то это характеристика наша, наверное, все-таки. Сын, Саша, тоже не хотел. То есть мира нигде не было. Но мне он очень нравился. Почему? Мы работали. По хозяйственной части он и на инструментах, и сварить, и что угодно. Даже его не будет с сегодняшнего дня. У меня везде осталось. Даже на голубятии он помог еще поправить. Только скажешь, он мгновенно сделает. И он, я работал, я сказать, а все время наблюдал и выискивал в книгах. Но это ложь. Даже считать не может. Я его, например, сразу сказал, первый же день. Помолился, когда он мне говорит, что в тебе такое? В тебе другой голос. А никто не заметил ничего. Он попросили его записать. Он сам услышал и смеялся даже. Внутри его другой голос. Это беснование. Я говорю, а почему у тебя? Ну, наверное, жена хотела вернуть и там с волшебницей какие-то мне привески там и страх делали. То есть где-то связано с нечистой силой. Поэтому о нем молиться надо очень усердно. Он ничего не понимает сейчас. Его оттуда выпустили. Он смазалил ноги, там, дошел до корчена. А дальше вот съездили. Ну, этот оперуполномоченный спрашивает. Ну, а какие на него жалобы? Никаких. Мы это все написали для того, чтобы вы дали нам ответ, что без прописки, без регистрации человек может жить. Чтобы потом нас не обвиняли. А теперь в интернете говорят, да Лапкин столько там с братьями положили труда, а он в один день может разрушить. Как? Власти приедут? Это кто такой? Там строится. Ну, а бывает, ты-то не выписался. Ну, местная, не из-за рубежа где-то. Поэтому мы обязаны за этим смотреть. Мы на особом учете стоим у власти. И у нас с властями очень хорошее отношение. Начальник уголовного розыска только за лето три раза приезжает ко мне. Ну, назовите, к кому он где приезжает? В Барнавуле или в другом селе? Этого нет. Лично ко мне приезжает. Да еще привозит кого-то. И поэтому, что подали, это с разрешением, все это по уставу. Он вернулся, он ничего не понял. Или для виду делает. 40 лет человеку. Поэтому, как молиться? Вот сейчас наступает пост. Это не личные какие-то счеты. Вообще, я буду свалить, у него ничего нет. Духовного он никакой. А он сидит по моим книгам, там выбирает где-то. Он берет книгу и ролик сам записывает. А больше ничего нет. Там по мытарствам какой-то Александр. Это вопрос. О нем не разговаривайте. Самое ненужное, если кто-то на него выйдет, а я... То есть, жалеть его. Валя Барышников вдруг вывалилась. Еще кто-то. Кому-то завозят здесь наш Игорь что-то из деревни. И кто-то тоже там за него. Вы мне скажите, я вам поясню. Вы не были, не жили, не знаете. Я ему напишу с большой буквы. Хороший человек. А теперь, ну представьте, в январе там 7-го причащается. И после этого сада батюшка незаконный. Чтобы вот так повернуться, никак. И тогда батюшка говорит, а ты посмотри даты какие. Как только дал Владимир Владимирович Путин там согласие на выборы, то что это дело. Сразу компания поднялась. Америка сегодня тратит, говорят, не миллионы, а миллиарды долларов до того, чтобы сменить правителя. Я не хочу думать, но оказывается, говорит, а мне заранее говорят, да вы посмотрите, это же казачок, засланный к вам. Я говорю, да нет. Я ничего не вижу, как слепой. Потому что у меня очень хорошие с ними были отношения. Но теперь я почти на 99% склоняюсь к тому, что это засланный. Специально до времени. Да нужна ваша потеряевка. Интернет-центр потеряевку делает Нью-Йорком. Это расходится всюду и везде. А для чего? Дальше я стал молиться. Думаю, власти всегда нужно знать, кто против нее. А раз он выступает с этой позиции, власть незаконная, антихристов с Путиным вместе. Он прямо в интернете говорит. Прямо на собрании говорит. Землю, которую занимает Российская Федерация, незаконная. Значит, Украине отдать. Получается так. Ну, ясное дело, что это вопрос ФСБ. То есть смуту наводит. Я должен ответить сейчас. Я отвечу, потому что это разговор уже известный где-то. И что из этого выходит? Выходит очень близко к этому. А теперь на него-то бросились, которые, ну, люди-то недовольные чем-то-то. А их, пожалуйста, в один день всех высчитывают. Их не найти было, а на нем они все вылезли. Как ИГИЛ. Если бы не эта Сирия, их бы никто не нашел. Они со всего мира сейчас полезли туда, а теперь их калашматят. За один удар 300-500 человек нет. То есть тут надо смотреть, какая там причина этой болезни, откуда идет. Причина не его, он просто подставная фигура. Он не понимает этого. Я тоже говорю, это возможно, вероятно. Я тоже не знаю, но ни раньше, ни позже вдруг он сразу поднялся. Все нравилось, приехал, привез огромный контейнер, инструменты, все. И вдруг не нравится. И особенно, я говорю, когда это говорил здесь, я говорю, а мы молимся и за Путина, за Медведева. Теперь за это уцепились. Они молятся, за кого молятся? Ну, вражины просто. Я обязан молиться. Это тем более наш правитель. А кого подсовывает? Коммуниста. Там Грудинин какой-то, Павел или кто-то. За ним ничего нет. Я в этом вопросе хотел сказать, усильте молитву, месяц остался до выборов. Я не хожу никогда, это дело ваше. Наши выборы, может, ни на что не повлияют. Но молитва повлияет. Вы тут говорили, еще немножко коснуться, не все расслышал, у меня сломался аппарат, а Ольге Соклоповой. Как случилось, так я не знаю. Я был у Александра Ивановича Черневской. И оттуда позвонила ее мама. Я не знаю, как ее звать. Надежда. А? Надежда. Надежда. И она, ой, наконец-то я ваш голос услышал, то другое. Я говорю, а вы разрешите прийти? Приходите. Пока Ольги нет. Ольга-то пришла, она, видимо, не выдержала, сказала, она мгновенно, Ольга, не ходите. То есть она не допускает до матери никого. Почему? Потому что через это можно увидеть отношение ее к матери. Она матери прикрывается, службу пропускает и другое. Тут понятно. Я с мамой договорился, Оля, зачем ты его? Я хочу посетить. Не надо. Я на работе. Да ты только сейчас с работы пришла. То есть и ложь идет. А чтобы к маме верующей, я ее взял здесь и сказал, она пошла домой. Я никогда не ожидал от нее. Как она воскресилась. Лицо жестокое из нас. Она как ряпнула на меня здесь. Я попятился. Никак от нее этого не ожидал. Вот здесь в коридоре. Совершенный. Было у меня с Васей говорили, когда я говорю, ешь со всеми и туда. А я со всеми буду ходить. Это раньше было. Еще пока не было. Так что, кто если молчит, кто говорит, тихо, мамочки, кто-то живет. И не один, а все, говорит, они там живут. Так что, здесь тоже молитесь. И молиться надо крепко. Вася, тебе сказать хотелось, что когда ты кашляешь, поточек кашляет. Ты около аппарата стоишь, кашляешь. Это как взрыв по всему эфиру пойдет. Мы же записываем. Нас люди просят, запишите хоть часть литургии. Почему у нас проходной двор, нам есть что показать. Немножко. Мои размышления о нашем богослужении. Это более круто. Батюшка-то не видит, чтобы не подслушал там. Нет, он не слышит ничего. Ушел? Здесь? Ну вот смотри. Я просто говорю. Думаю. Так, думаю. Это мое личное мнение. Мне не отлучать от церкви за это надо. Я беру за основание слова Яна Златоуста. Когда мы в чем-то провинились перед правителем, как мы приходим, как умильно складываем руки, как мы наклоняем голову, какая интонация. Ну прости меня, я виноват, вот то сделал, то другое. Так, а мы в это время поем. Яка свинья лежит в колоде на восемь глазах еще. А что такое? Я думаю так. Когда составлялись где петь, не было разбора этого. Когда человек грешник и кается, он не поет. Это не опера там Мурадели, когда Ленин тезисы возглашает Апрельское с Броневичка, а поет там где-то. А то что? Кошарик говорит. Нет бы по-простому-то сказать. Что это за пение? Покаяние, когда что-то человек просит виновный, покаяния нет в пении. Оно не располагает к этому. Здесь должен быть голос, как у нас насчитал один, смерть Евфая. Овщинников был. Вот послушайте, у нас записано. Я слушал ее, например, 30 раз. И 30 раз плакал. Вот как можно насчитать. А мы просим Бога, помилуй меня, помилуй меня. И в это время как на восемь глазах распеваем. Ну, это мое личное мнение. Вы просто подумайте об этом. А можно ли заложить так, чтобы в пение вложилось? Невозможно. Грешник, когда просит, он валяется в крови, в пыли. И молит, умоляет. Он и два слова выдавливает из себя. Господи, помилуй. Я думаю, до Игоря, до Бунова нас никто так не считал. Господи, помилуй. А семинаристы тренируются. Как можно, Господи, помилуй, 40 раз сказать без вдоха. И они стоят вот так вот, надулся, воздуху захватил с этой подушкой. И теперь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Сидайте 40 раз, чтобы сказать. Аминь. Тренировку сделали. Это мои размышления просто. Я не меняю, ничего нет. Я не пою, тем более мне тут в упрек не поставят. Но думаю, если по-другому нельзя, Господи, Владыка, живота моего. Понимаете? Вот до воскресняет Бог. Сильная молитва. И вдруг придумали петь в консерваториях мирских верующий хор. Пришел и поет. До воскресняет Бог. Да вдумайтесь в молитву, там все бесы трепещут от нее. Ну маленько, но нельзя будет совершенно не думать об этом. А теперь о врачах. Было исследование одно. Я прочитал это. Могу ошибиться. Или это в Норвегии, или в Дании. Где-то вот здесь было. Забастовали полицейские. Платят там. Мало и сумели. Профсоюз есть. Но они недолго бастовали. Там дня три. Преступность, нарушение, воровство увеличились в три раза. Значит полиция нужна. И было точно так же. В этой же стране забастовали врачи. Тоже они недолго были. Смертность уменьшилась в три раза. Если, говорит, они врут, то за что купил, то за то и продают. Ну вот так что чем лечат и как лечат? И надо ли? Мне, я знаю, он русский антихрист, этот Иванов обливали с водой-то. Но у него хорошая мысль была. Главное, это болезнь внутрь не впущать. В человека не впущать. Так вот постарайтесь это делать-то. Вот сидит человек и говорит, у меня глаза, глазное яблоко там. Ну яблоки уже груши. А вы знаешь от чего? Много лежим. Голову подними повыше, чтобы давление меньше. Ну врачи, опровергайте меня. А если ты днем несколько раз, да несколько раз еще что-то жуешь, так тебя ну и будет давить глаза на выпучку будет. Выкатились от жира глаза их написаны. Какое тут яблоко-то? Вместе с сучком отломят. Это тоже только размышления. Я не врач. Вот если у вас вопросы возникают какие-то, сегодня один у меня вопрос. Вот посмотрите, эта скамейка полностью пустая. Сидели люди, уже опустело. А почему их нет? Притом те люди, которых сейчас нету, я смело могу сказать, это люди хорошие, у меня со всеми хорошие отношения. Но ради хорошего отношения, ты тоже не уходи. Твое место занято здесь. Да. Не привязаны к собранию люди. Они приходят помолиться. Может быть они молятся лучше нас. Я не знаю. Но собраний нету. Так это ничего нету. Сейчас у нас... Помог можно найти любой. Холодно, жарко, душно. Это все известно. Голова грузится. Я скажу вам, холодно, жарко. Ты сбил меня, я на другое, как где-то щукать, полез. Вот представьте, человек с правой стороны считается, хотя нигде неизвестно, но так принято от Христа. На кресте. А как его звать? А где он? Ну что в раю, то правильно. Я в житии в одном написано. Такой был человек, евстратий. И он сильно болел. Желудком помолил. И он только на четвереньках мог передвигаться. И когда она же передвигалась, вдруг видение Голгофа. Ему голос говорит, к этому разбойнику подойди. И он подошел к нему дальше, то ли прикоснулся или что-то. И он встал. Ничего не болит. Никаких не надо глотать этих сканеров, там что-то смотреть, фотографировать. Все. И к нему, оказывается, еще обращаются. Желудочники. Запомните, к кому. А он что в желудке у человека есть, наверное, резал людей. Это очень хорошо знакомый с внутренним содержанием. Я дальше уже продолжаю говорить. Если у нас возникает вопрос на сегодняшнем дне. Я в прошлый раз говорил. Мое слово сейчас, оно не касается, кто вышли. Они не слышат. А они не участвуют в занятиях. Нигде. Ни в интернете. Нигде. Сегодня мы собираемся пойти. Батюшка созвонился с секретарем. Бывшим. Беляев. Да, Беляев. Сергей, отец Сергей. Что с шести? С шести что, начало или момент, когда... С пяти служба? С пяти начало. Начало вечернее. Батюшка сказал с пяти часов. С пяти? Да. Ну, служба за счет. Ну, главное, то у нас уже прошла служба. Я думаю, к шести надо прийти. Я прошу всех, придите. В каком пределе к шести? Право. Еще, что я надо, да? Предел? Предел в какой? Ну, прийти, правый предел. Мы всегда в правом пределе. Сестры, что достояли около одежды нашей. Братья становятся первые идут. Вот вы вторые, стойте, где кланяйтесь, кланяйтесь. Я попрошу, чтобы Володя все это заснял, чтобы там видно было. Митрополит там всегда, и там был этот Берников, Филарет, без разговоров. Я подошел даже к Беляеву, разговоров никаких нет, снимайте всегда. Поэтому сегодня мы не будем лезть, выйдешь оттуда и снимай, как стоят люди. С какого момента, ну, где-то будет. Будем снимать. Я как-то нужно было снять, что они торгуют, как. Я так как подошел, он махнул, руку, да иди снимай. Я подошел, они сразу, с этой стороны подскочила, и торговка. Нельзя, что нельзя, открыто берут, так и снимать нельзя. А почему? Ну, нельзя. Я говорю, вот он сейчас исповедует, мне разрешил. А честер, разрешил, она сразу назад. То есть, вот, понимаете как, это у Серахова написано, заговорил богатый и привознесли до облаков, это высоко. Заговорил бедный, все, а кто-то такой. В общем, все понятно. У нас защита, и когда мы поехали, была здесь Рахиль, за Гедулина, были у архиерея, и я сказал, Владыка, мы по разным храмам, чтобы нам не запрещали, Бог благословит. И нас тоже пытались останавливать, чтобы не фотографировали, там не снимали. Мы сразу сказали, и они поверили нам, нас уже знают, мы вылгать не будем. Чтобы снять, снимать, запретили, у меня в жизни еще пока ни разу не было. Вот музей здесь рядом, Игорь, Марина работает, там написано, снимать нельзя, только оплату надо сделать. А там снимать-то и нечего. Снимать, деньги надо. Здесь тоже за деньги снимают. Мы были в Екатеринбурге, там тоже заплатить надо что-то. Но настоятель может разрешить. Так что мы снимаем законно. Знаете, много будет священников, просить прощения будут. Это все-таки молитвенники. И главный архиерей, расположенностью своей, он буквально все вычистил, погасил, ни одного слова против нас нет. Мы отдыхаем. Никогда. И когда он встречает, эта радость, пытается сказать, это он наивно, что вроде, кто я такой. Он весь буквально, улыбка с лица не сходит. Ну посмотрите, где записи идут. И нам не пойти нельзя за него помолиться, попросить его святых молитв. Это Иванников его фамилия, митрополит Сергий. Я считаю, это за наши страдания, за поношение, за молитву Бог дал такого архиерея. И когда сегодня начинает, я так говорю, спрашиваю, я смело говорю, тем более, русская народная линия обо мне запросили, когда биографию, там, как, какую он ответил. Я, говорит, сам бы себе так не сказал. И споведник там, и в возрасте, поэтому соответствующее уважение, у него не выяснилось догматических, никаких на отлучение не состоит. То есть, самая лучшая характеристика. Но это, скажу, не случайно. Может, для кого-то случайно. А я верю. Тем более, у нас материалы какие идут. Возьмите, доктор богословия, это звание у них большое. И он пишет о нас большую статью, они печатают. Печатают. Правильно печатают. У них покров, журнал этот выходит. В местной метрополии это. И все это опубликовали, и мне сразу из епархии сообщили. Я записал. И он говорит, Лапкин, как угодно там это, его толкают там. Но то, что тысячи людей пришли в православие, они куда-то, вы это куда скинете-то? И все заглохло. То есть, Бог все время выставляет людей, которые маленько это хлам раздвигают. Я начал романом. Вы его себе это запишите. Я о нем молюсь все время. Если семь раз в день, да еще ночью, то он непрерывно нисходит. Господи, воля Твоя будет. Мне не надо его ни расположения, ничего, чтобы душа его не погибла. Он находится, слово прелесть я не люблю. Это одержимость Бесовская. Мгновенно перевернуть все, такие отношения. И строительство, он уже начато было. Ему придется бросить. Или принять эти знаки ИНН. Ему отдельно не будут давать. Хотя я наставлю, дайте нам эту бумагу, что ему разрешено. А они не дадут. Я их предупредил. Если здесь вы не дадите бумагу, я обращусь к самые высокие органы в Москве. А они спросят их тогда, как так? Без гражданства человек, без прописки. Нас считают антихристами правители. То есть следствие не закончено, а только начинается. Так что об этом помолиться. Мне не надо, чтобы его выживали оттуда. Мне нужно определенно, чтобы они сняли с нас обвинение, что мы ему разрешали, пригласили. И теперь от власти мы его скрываем. А может и скрываем. Главное, вина опять падает на меня. Он через меня приехал. Вам понятно, о чем говорю? Да. Помолиться, не осуждая его, не навешивая на него никакие ярлыки. Господи, этот человек был с нами, а теперь он сделался враг. Один из самых негодных людей. Он буквально каждый день выставляет что-то. Придумывает там пакости. Но они никакой роли не играют. Я стою и думаю, меня не гонят, не давят. Руки не выкручивают, как у меня было раньше. В морозилке не держат меня, как раньше держали. Я на свободе. Братья готовят. Я питаюсь, сплю в полной тишине. Да могу ли я роптать, когда дети Сирии голодные подняют крошки с дороги собираются? Вот кому трудно-то. А мне Бог избрал самое легкое. А тем более здесь, говорит, радуйтесь и веселитесь, когда имя ваше пролесут как негодно. Велика ваша награда. Поэтому моя награда выше, чем ваша. На вас не нападает, она не нападает. Разделите мою награду между собой. Богу слова. Вопрос, Игнат Ильич. Давай. О священниках Глебе и Владимире что известно? Значит так. Интересная статья появилась. Степаненко Максим в Томской партии. Он был председателем, как называют, миссионерского отдела. И он сказал, женщины, которые наживают детей в одиночке. Не то, что муж погиб, а просто надо ей оплодотвориться. А она его взяла. А кобелей без хвоста хватает. И он назвал, что это называется вот так. И назвал это слово на букву Б. С мягким окончанием. Они по-другому не назывались эти люди. Вот такая-то там светская львица. И показывает там какие-то артистки. А какая светская львица? Жириновский говорит, но это же слово называет их все. Вот как их называть можно только. И он назвал, на него большое нападение было. И архиерей там еще его понизил должность. Он рядовой. И вот он выставляет материалы от отца Владимира Головине. А на него напали от Новопашин с Новосибирской. Это миссионерские отделы как бы. Хотя миссионерских отделов быть не может. Я уже тысячу раз заказывал. Два человека. Вот миссионерский отдел. И он им всем показывает. Кто вы такие? На кого вы нападаете? Я его не знаю. Я с ним не встречался. Ну что он сделал? Да вы же выдумываете. Да рубашки продает бизнес. А вы там в церкви-то что делаете-то? Максим им разложил. Вот у вас смотрите целая епархия. У нее открыт сайт. Какой? И говорит, каком? В 11-м году. Сколько у вас посещаемость? В день-то он показывает там 56-60 человек. А сколько за все время? Ну подписчиков 3 тысячи. Вот. А всего просмотров 102 тысячи. Так это епархия. И теперь посмотрите на этого неграмотного старика, на которого вы нападаете. Его ресурсы на год позже пришли. В 12-м году. И теперь смотрите. Больше 13 тысяч подписчиков. А у вас там 3. Дальше. У вас 102 тысячи, а у него 13 миллионов. 14. Ну а разница есть? И получается ваше пресное проповедь. У вас богословские звания. У него ничего нет. Совершенно неграмотный человек говорит. Духовного образования нет. А вы далекие, далекие по расстоянию, там Дулевич, другие нападаете на него, который за 500 километров от Томска, и ничего он здесь не делает, и вы на него нападаете. А ничего у вас нет. Вы посмотрите, что человек делает, вы можете это создать, ничего они не могут. Я даже не знал, что он написал, он мне скинул материал, а к нему прислушиваются. Так что находятся люди, которым Бог что-то открывает. И очень много открывает. Я заново все пересмотрел, ой-ой-ой. А они говорили плохо, говорят плохо давно, а мне какая разница. Книги работают. Вот сегодня только опять отправляют. Позавчера только отправили, вон уже на столе лежат книги. Новые-новые люди приходят. И все, духовный отец, какой я отец духовный? Ну, через ваши книги мы пришли. Сейчас один пишет, а как ты пришел? Ну, я был много у сектантов, а где живешь? В Иерусалиме. А как ты пришел? Наткнулся на лапки, настал считать, и я не побоюсь назвать Евгения Трапко. И он выступает где-то. Почему, где он ходил, в зарубежные церкви, там, крещение с полным погружением, он принимает. И дальше все описывает, какая там обстановка. Почему через вас он не пришел? Я часто об этом думаю. А, видимо, вот они когда говорят, там, гордость и другое, у меня Бог это отнял. Я не понимаю цены деньгам. Вот сейчас бы сказали, вот это вот, все заложено купюрами по 100 евро. Вот это все. Я цены не определяю. Единственное, что я бы отстегнул от этого, купить, Игорь, новый комбайн. Все, остальное уберите отсюда. Ну, еще бы и дорогу там можно потерять попровести. Я не знаю. Я не стал бы на одну калорию больше себя потреблять. На себя больше бы не истратил. И Господь поэтому меня на это дело поставил. Я не своровал ни одного цента, ни одного рубля. Нигде ничего нет. И поэтому я благодарю Бога, что Бог так сделал. Что на это дело меня выставил, позволил это сказать. А сейчас говорят, вы столетия будете разбирать только каждое слово здесь. Я благодарю Бога, что Он мне не дал того, в чем меня упрекают. И поэтому я иногда даже оглядываюсь, а про кого они говорят. Совершенно мне это не относится. И поэтому, ну, про меня, если будете молиться, сказать Богу, чтобы еще маленько на этом хотя бы затормозить, у меня слух и зрение, если я нужен где-то. А остальное, вот, живу в полном достатке и в преизбытке. И Богу слава. Поэтому на него нападают, на отца Владимира, а вины никакой пока нет. Он говорит, вы еще врагов-то ищете. А про Глеба, Грозоскод, еще подали они там жалобу, пока ничего другого нету. Ничего нету. Но мы молимся каждый день. Просим воли Божьей, Господи. Не защиты ему и оправдания, а воля Божия. Если позволите, я хочу немного о Романе. Совсем немного займу вашего времени. Вернуться к хронологии событий. Потому что все это было при мне, а Роман приезжал при мне. Я помню этот момент, когда приволокли его Мерседес, весь в грязи на тракторе приволокли. Суть в том, что, Игнатий Тихонович, как вы стали в интернет доступ иметь, у вас очень много знакомых, которых вы приглашаете в деревню. Приглашают не деревенские, приглашаете вы. И я не один раз слышала от вас, что вы полный... Это моя интернет-пасла, я за нее полностью ручаюсь. Роман себя показал, как добропорядочный, трудолюбивый человек. Особенно, когда вот Южный пруд восстанавливали, он был... Вы могли оставить на него все, правильно, Игнатий Тихонович? И уйти с братьями. На братьев оставить было нельзя. На него можно было. Так что вот, как бы упрекать вас, что вы его позвали, вы там нам привели это. Но звоночек к тому был. В тот момент, когда он уехал, Роман, после крещения. И до того, как он приехал со своими вот контейнерами, у вас в Потеряевке было собрание. Я его запомнила, потому что выступал Алексей Устинов. И он сказал, Игнатий Тихонович, вот вы приглашаете к нам в деревню, ну вот даже Романа Малыша, вот кто он такой? Вот вы его полностью не знаете. Не знаете, кто он, чем живет, как, что. Ну вот хороший, вау, классно работает и тому подобное. Но этого же мало для того, чтобы он был в нашей деревне. Вы снова за него поручились. То есть его приняли, судя из вашего авторитета. Вы очень бдительный человек. Шторки закрой, без молитвы не выходи, двери никому не открывай, пусть даже стучат. Ночью вообще не выходи. Потеряевцы вам доверились, понимаете? И получился вот такой казус. А теперь со стороны еще это как выглядит. Что как бы вы попользовались его трудами. Он ведь самый первый. Я даже вот, как вы говорите из ваших слов, он больше всех участвовал в восстановлении там окружающей среды прудов южных, не южных, там старый мостик, новый мостик. Больше всех он участвовал. Никогда вам не отказывал. А теперь, когда он начал вот про землю, потом еще про регистрацию. У него никто регистрацию, ни прописки, ни регистрации никто не спрашивал, пока он там вам помогал. Кому-то он в деревне крышу помогал делать. Тоже никто ни прописки, ни гражданство не спрашивали. Шесть раз. Я ему сказал, когда был, я говорю, Роман, я тебе сколько раз говорил на регистрацию? Он говорит, не сколько, а шесть раз вы мне говорили. Вот, значит, все это говорили. Я в течение года. Роман, ну надо, вот я сейчас осень будет, я поеду на Украину, надо выехать, потом заехать. Да, да, это по закону так. Да, и тогда я буду делать. То есть, какие батюшка говорили, что не говорили. Говорили, шесть раз только я говорю. Говорили, не говорили, не перебиваешь, ты что делаешь? Шесть раз я только говорю. Вот, батюшка говорил шесть раз. Теперь просто какие выводы нужно сделать? Я думаю, вот сейчас лагеря нет, амбарной книги нет. Остался секретарь деревни. И чтобы она записывала, ну это вот потеряется еще подумаю, она записывала всех, кого вы приглашаете. И возможно, батюшка, чтобы приезжали не просто вот по рекомендации на дефицит. Все записали, не записали только одного Романа. За все время, только одного его не записали. Ну, ясно, эйфория. А почему не записали? Потому что была рекомендация, мы думали, что он в лагерь. В лагерь приехал. Приехал в лагерь, значит, думаю, ну все там они. А так все, Лена всегда у нас секретарь записывает. Кто приехал, даже на один день, обязательно, ну незнакомые люди. У вас-то приедем уже не будем, мы знаем что. А не знакомые, обязательно регистрируем, что приехал. Одного не регистрируем, Романа. Здесь в лагере всегда записывали. Но я всегда, когда было, я был очень, вся внутренняя была против. Не надо, не надо, ну... Ну, понятно. Надо, вот он там по интернету познакомил. У меня редко такое бывает. Вот было два человека всего. Один был, Геннадий Петрович. И вот Роман. Надо ж такая. Вот надо ж так. Что за интуиция такая? За интуиция. Не тот человек, не надо. Хороший работает, но... Я в первый раз... Почему-то была настороженность. Не просто какая-то неприязнь, а настороженность была, что... Не сможет он здесь. Тем более, мы по одному не принимаем. Где у тебя жена? Жена приедет, то есть обман. Он знал, что жена никогда не приедет. Он, видать, посмотрел уже, я так заметил, что он уже присмотрел там кого-то. Кто приезжает там в лагерь, он уже присмотрел и... Кого-то. Кого-то. Есть-то кого-то, хорошие, красивые были у нас приезжали присмотреть. Кого-то. Кого-то. Не тебя, нет. Не тебя, оказывается. Она такая спокойная стоит. Ты забудьте, не забудьте никого, понимаешь? Поэтому здесь опять неправда у него такая... Вот была. Поэтому то, что я говорила, и это было, и это, и все это было. И предупреждали несколько раз. Я его только... Он сам поправил меня. Шесть раз вы мне говорили. То надо зарегистрироваться. Честный. Честный бой. Шесть раз, сказал он. Я-то не знаю, я говорю, я тебе несколько раз говорю. Он говорит, шесть раз вы мне говорили. Он считал, сколько раз я его предупреждал, что надо зарегистрироваться. А оказывается... Не бубни. Регистрироваться нельзя. Это зачем регистрироваться? Я в зарегистрировал Бога зарегистрировал. Ну, а землю-то как ты оформлять участок? Земля вся Господня. Молодец. Да, Роман, ну, это как-то интересно так. Ну, нигде ни одного государства в мире нет, ни одного. Чтобы приехал, где хочешь, там и ставь, и стройся, где нет такого. Всегда зарегистрировался, там землю там намеряют и прочее. Самое демократическое государство Америка, говорят, в мире, да? Да, да. Живут родственники там. И чтобы на своем участке, личном участке, купили дом, поставить туалет, это, говорят, было столько, много разных инстанций, документов, чтобы выкопать туалет на улице. Понимаешь? Это демократическое, считается, государство. Чтобы получить разрешение на это. А это я буду строить, не надо мне никакого регистрации. Как это? Не надо. Мы, когда строились первым, мы еще строили, нас никто в вниманиях как бы не обращал построить. А теперь, принято, значит, теперь ты должен вызвать это, за все платить. Теперь только за оформление нужно будет тысяч 30-40 платить. Мы бесплатно еще делали это. А сейчас за это платить 30-40 тысяч. Вот до 1 марта приватизировали, будет приватизация бесплатно. А после 1 марта, там еще сколько дают, там уже за большую сумму будешь регистрировать. Допустим, приватизировать квартиру, тысяч 50-70 надо будет платить. Да, все надо делать в свое время. Вот так, как мне одна родственница говорит, все надо в свое время делать. Она в 17 лет вышла замуж, 7 ребятишек нарожала, 6 сыновей, 1 дочь. Все, говорит, надо делать в свое время. В 35 уже отстрелялась. А то, говорит, в 35 замуж выходит, начинают одного рожать такие муки. А то вышло, все. То есть, все надо делать в свое время. А то у нас вот не оформили, кто дома еще есть, кто не оформили. А теперь, если оформлять, то надо будет пенсию копить несколько лет. Вот так. Так что с Романом все было нормально сделано. У меня, батюшка, одно предложение к вашей деревне. Возможно, что если Игнатихович кого приглашает, может быть, они имели бы справку от МВД, что за ним ничего не получится. Галя, не говори, что тебе трудно каяться будет. Ну, как, вы сами, как, зарубежно. Не надо говорить. Они поймут все. Чтобы у вас не было потом вот таких вот проблем с регистрацией и нерегистрацией. У нас и никогда не было. Ну, вот как с Романом, я имею в виду, получилось. Это, по-видимому, что-то надо. Недавно пришла Серафима ко мне. Ей прислали письмо. Одна наша жительница, Вера Федоровна была, Золотова. Она живет где-то в Новосибирской области. Вот. Сузун. Сузун. Она ей прислала письмо. Она ей написала, что я болею что-то. Она ей прислала на двух страницах. Ну, там все. Если ты, значит, думай, если ты болеешь, это от Господа. Ну, и так дальше. Тебя обокрали, говорит. Это от Господа. Принимай, как от Господа. Ты ушел, что дом у тебя сгорел. Принимай. Это от Господа. Понимаешь? Ну, то, что не случилось у тебя, там, потери, там, скотин. Принимай. Это от Господа было. Так и это? Да. Вот так вот. Так и это от Господа. Не просто так. У нас все было. Ну, так, какое помрачение было. Но я насторожен был. Я всегда говорю. Роман, надо зарегистрируется. Надо. Сделай, батюшка, сделай. Вот сейчас осень найдет. И я съезжу, заеду. А застала осень. Он, нет. А я и не думал. Говорит. Я говорил вам, что возможно поеду. Понимаешь? Он давал возможно. Я, может быть, и... Может, и на правду говорил возможно. Ну, а я это пропустил мимо. А он теперь говорит. Я не говорил, что поеду. А говорил, возможно поеду. И буду регистрируется. Возможно. Ну, я не утверждаю. Может быть, он правда говорил, но я это не обратил внимания. На это возможно. Я знал, что регистрируется надо невозможно. А надо это. Вот Никита через 4 года, вчера мне показал документ. Паспорт на временное жительство. Прописано. Потеряю их и все, как есть. Ну, это и разве трудно было. Все зарегистрировано. Ну и живи теперь. Подавай теперь заявление на стройку. Стройся. Или покупай. Дома оформляй и все. И женись. Да? Да. Кто сказал? А в господа? Я хотел сказать, что нужен обязательно совет. Как у нас всегда был церковный совет должен быть. А потом батюшке передавать уже. А сейчас все решает Игнать Тихонович. Посмотрел. Хороший человек. Пожалуйста. Хватит, Игнать. Ты уже третий раз слово уберешь. Да все. Игнать Тихонович. Пускай-то до вечерней не успеете. Сверхли не надо. Я Гагалю скажу. Гагаля, сразу неправильный посыл сделал, а потом на этом все остальное наворачивается. Я его не приглашал. И ни одного человека не приглашал. Откуда у тебя такая мысль пришла, юридическая прямо? У меня написано только, крупным выделяется. Категорически запрещается приезжать без разрешения. 27 лет ни одного приглашения не было. Это что-то говорит? А я приглашаю. Вот отсюда давайте сейчас. Мы сейчас будем выходить. Не приглашал. Не приглашал. Но он вышел сам. И дальше были разговоры. И тогда для знакомых. Уже не по интернету. Разрешается приехать, если он соответствует пяти качествам. Первое. Не лгать. Он его попрал, как будто никогда не было. О том, что нет регистрации, мы работаем днем. Днем, не ночью. Я подхожу опять. Роман, у меня сердце неспокойное. Ну а как ты будешь дальше строить все-то? Я осенью поеду. Мне, вероятно, не говорило. Прямо поеду. Роман, до осени еще далеко. Надо было все бросить и поехать. Ну, гражданца получать как-нибудь. Дальше. Проходит неделя и опять. Роман, надо что-то делать. А до того беспокоюсь. А ты говоришь совершенно, как будто совершенно неправильно говорила. Ты не знала. Теперь я говорю. Я еще живой. Снова. До самой осени снег выпадает. Роман, ты же говорил, как сделаешь дела. Снег выпал. Ты когда поедешь-то? Ну, сейчас маленько. То есть он вводил занос. Это первое качество ложь. Ложь, ложь и ложь. Лживость. А лживость всякая ложь от дьявола. Он это знал. Вот здесь вот, за тем столом, он когда начал о плоской земле, говорит, тут Игорь был, я не знаю, Третьяков совсем. Я не обратил на это внимания. Я сказал, мы мирные люди. Поэтому разницы нам никакой нет. Мне лучше бы плоской было. Шар-то лет труднее устоять на нем. Он круглый. Хаттаб еще тоже не верил, что круглый. Иначе вода бы вся вытетет, но люди от жажды бы умерли. Надо было меня разбирать. Я его дураком назвал и придурком. Чего не разбирали-то меня? Уже бы давно все вышло. Подожди. Так я показываю, что неправильно. Я сейчас с Галиной Александровной разговариваю. Неправильные сведения. То есть он работал. Он везде работал, больше всех. Он больше всех не работал. Он пилил, когда нужно было сваи. На Южном пруду он ни разу только пошел попилить, когда пилили другие. Он не отказался. Больше он не работал. А в Василий приезжал, сколько там пилил. Тут у меня приходили, деревья лишние убирали. А в общей сложности там больше 150 деревьев наросло. Фрута освободить надо было. Дальше. Где мы работали, сваи нужно было. Он обрезал. Да, вот эта помощь тут и была. А где мы ходили, он целыми днями, его никогда там и не было. Мы в Володе, Никита. Мы там бомбили, забивали сваи. Он не больше всех работал. Больше всех в смысле то, что мы не могли сделать. Пила не работает, а у него есть, и он безотказный. Я просто до самой точки довожу, как это было. А пилить, как сломалась пила, куда? К Роману. Он к нам приходит, я также трачу время. Он думал строить русскую там печь, все это замеряет и прочее. Дело в том, что первый пункт не выполнен. Не выполнен, а он знал, что лжет, говорит неправду, жена не приедет, регистрироваться не будет. Это в нем было все заложено. А как подвести под итог к выборам, тут уже ума много не надо будет. Это было избирать специально человека, как масоны делают. Такое, чтобы было обязательно в биографии. Если не покоряются, сейчас откроем тайну, и тебя выметут сами люди. Вот как. В протоколах написано. Это лошадка темная. Но я останусь всегда благодарен ему, потому что нам крайне необходимо сваи было заострить. И он это все сделал. Повторяю, больше он не работал, на всех пруждах не работал. На Костровом он там даже и не был. Ну не был, не был совсем. И здесь мы что делали-то? Только сваи запил, дальше один вроде уже это делал-то. Но когда нужно было подвести кирпич, он на машину сразу согласился, пришел больше. То есть он ни разу не отказался. Но далеко-далеко не был. Больше всех работал Володя. Настолько больше, что в несколько разов. Игнат Ильич, он всегда вас обманывал. В 16-м году я с ним познакомился по осени вот здесь. Он мне сразу, тут же сказал, жена к нему не приедет. Я его спрашиваю, а как тебе батюшка разрешил без жены потерять тебя? А мне Игнат Тихонович протеже, вот я такой хороший и так далее. Я говорю, странно это вообще. Я спрашивал, кстати, у вас. Никогда, никогда не было. Это 16-й год еще. Он приехал, ни одного замечания не было. Даша, ни пить, ни курить, ни воровать, ни материть. У него этого ничего нет. Но самый первый путь, ни лги. Никогда, нигде. Здесь получилось все подложиво. Поэтому сегодня, ну его здесь нету. Он будет смотреть ролик этот. Ну, чтобы и он молился о нас, чтобы нам тоже не заблухать. Так что твоя защита его, она нулю равняется. Не приглашал я его. Я его не защищаю. Она не защищала. Она просто предлагала, чтобы впредь не допускать такого промаха. Не было известий. Вчера никогда этого не было. Повторяю. 1500 заявок поступило, Галя. 1500. Что 1500? Заявок по Теряевку. Мы разрешили приехать только четверым. Разрешили. Пойду, письмо, батюшке почитаю. Приехать для знакомства. Остался один. Ну, на 1500, если один человек, наверное, мы проверяем. Мы проверяем. Идите. Ну, такой отбор. Ну, какой процент? Там 0,01. Нормально. Так что, никак. Моей вины тут никакой нет. Что не записали, нет. Вот это виноватый может быть. Так, сегодня занятие было, не забывайте. Занятие. Так, мы покушаем на теле вокруг. Достойно есть якову истину. Блажите Тя, Богородицу, Пресно блаженную и пренепородшую, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувим, И славнейшую без сравнения Серафим, Без искрения Бога Слова родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашественных племенников, От внутренних расприй, От беззакония, которые втанны, Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, Чтобы принимали мудрые законы, И всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, Обрати к истине, Чтобы божественную любовь Тебя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, Как должно, пусть покаются в небрежении своем, И проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе, Господи, праведы суды Твои над Россией, За то, что оставили Тебя и Слово Твое, Изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, Что сокрыли имя Твое Бога и Его. Дух Святой да наставит нас Не признавать никаких иных богов, Выпия, Абва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день Прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.